Я от всей души приветствую вас, друзья, на нашей стройке. Сегодня я позаботился о том, чтобы мне не быть снова чумазым, как я обычно попадаю в кадр. И я просто сегодня одел балаклаву. Но не только за этим. Еще есть один момент. Вы сейчас видели на градуснике 34 градуса. Сегодня я расскажу об одном очень интересном для многих моменте. Это необходимость в проекте. Нужен ли проект для строительства своего дома? Самостройщику, конечно же. Мы же строительный канал. Хочу сегодня немножко рассказать о себе. На своем примере, конечно же, поделиться с вами знаниями. Проект у меня хранится здесь на стройке. И мне пришлось за ним сегодня приехать. Заодно я проинспектировал стройку. Как она себя чувствует. Какая температура в доме. При минус 34 градусов на улице сейчас в доме держится температура минус 9. Меня это совершенно устраивает. Мне это нравится. Теперь по проекту. Постараюсь рассказать вам, что есть в проекте. Какие разделы. Необходимость проекта. Нужен ли он вообще в принципе самостройщику. Какие программы я использовал для того, чтобы сделать свой дом. Потому что тот проект, который у меня сейчас есть на руках, в нем не все разделы. Например, цокольного этажа там просто не было. Кстати, вы можете по ссылке или в плейлисте смело взять, посмотреть про фундамент, если вы еще не видели. Также про стены. И сейчас я хочу рассказать о проекте. Друзья, вы не против, если я буду рассказывать в таком повествовании, немножко с мопедом, для того, чтобы вот эту скучную речь, которую я сейчас буду вам рассказывать, вам было принимать немножко повеселее. Будем считать, что это такая локация. Вы не против? Сегодня наша главная тема это проект. Нужен ли он? Не нужен ли он? В ваших умах и подсознаниях уже родился ответ на этот вопрос, я уверен. Я расскажу именно свою историю. После принятия градостроительного кодекса в нашей стране значительно упростилась процедура получения разрешений на строительство таких домов. И разработка проекта теперь не является обязательным этапом возведения частных жилых строений. На самом же деле проект является важным документом, который с максимальной степенью подробности описывает будущее строение и устанавливает определенные требования к его конструктивным особенностям, а также тем материалам, которые будут использоваться для его постройки. В моем стандартном проекте жилого дома есть чертежи, на которых представлены формы, размеры постройки, ситуационный план, определяющий местоположение дома в границах земельного участка, способы подключения к коммуникациям и инженерным сетям. Также он описывает конструкцию основных элементов строения и материалы, которые необходимо использовать для обеспечения безопасности и долгого срока службы. В проекте дается расчет необходимого для строительства бюджета и приведены приблизительные сроки возведения данного строения. Разработка индивидуального проекта дело достаточно дорогое. Стоимость его может составлять от 500 до 5000 рублей за квадратный метр от общей площади. Существует и большое количество готовых типовых проектов, в которые за небольшую доплату могут быть внесены незначительные доработки, учитывающие ваши индивидуальные пожелания. Такие проекты могут стоить от 20 до 80 тысяч рублей. Кстати, сейчас я очень плотно работаю с одной компанией, которая занимается производством строительства домов из клееного бруса. Так вот, там стоимость одного квадратного метра по полу АР части проекта стоит 250 рублей. Кстати, если вам интересно, чтобы я рассказал все то, что я теперь знаю об этом строительном материале, напишите в комментариях, я обязательно расскажу об этом вам в следующих видео. Совсем без проекта дом построить довольно-таки трудно, я бы сказал нереально. Но вы можете сделать чертежи и предварительные расчеты самостоятельно, правда при этом, конечно же, желательно иметь хоть какой-то опыт в строительстве. Есть два момента, которые делают проект необходимым документом. Во-первых, видимо, экономия может оказаться фикцией, то есть сделав проект сами, вы можете выбрать более дорогие материалы с излишним, например, запасом прочности. Или наоборот, использовать такие материалы, с которыми ваш дом начинает разрушаться уже через несколько лет. Во-вторых, проект потребуется, если вы будете подключаться к магистральным коммуникациям и инженерным сетям, например, газопроводу. В этом случае наличие технического условия и проекта вам будет обязательным, согласно постановлениям правительства нашей страны. Но, как я уже сказал, проект мой был типовой и очень многое я дорулил уже самостоятельно. Кстати, небольшой момент, хочу сказать про две отличные программы. Начинал я вообще с Бикада. Это программа, которая вообще на самом деле мебель рисует. Ну, просто волею судеб, какое-то время своей жизни я провел, будучи дизайнером-конструктором мебели, и Бикад знаю хорошо, и поэтому начинал я с него рисовать. Конечно, программа совершенно не для проектирования дома, но там очень легко можно делать 3D-объекты, из которых, из этих кубиков собирать сам дом. Конечно, минус большой в том, что вы не сможете обсчитывать материалы с помощью этой программы. Я ее использовал в самом начале своей строительной карьеры, она мне дала много нужной и полезной информации, но Бикад не прижился, и в конечном итоге я перешел на две программки, которые начал изучать. Это SketchUp, Google SketchUp, она бесплатная программа. Но сразу скажу, друзья, мне эта программа не очень привлекла из-за своей 3D-визуализации. Архикад это та самая программа, которая дала мне всю полноту трехмерной визуализации. Кстати, друзьяшки, сейчас я вам покажу одну приколюшу. Есть вот такая штука, которую мне привезли в Китае. Никакой, вообще никакой рекламы. Мне до рекламы, как до луны. Не открывая черный ящик, я скажу одну вещь. Чем мне понравился Архикад? После того, как вы нарисуете уже ваш проект, уже дом у вас будет нарисован, вы можете взять 3D-модель вашего домика и засунуть его в... Не-не-не-не-не-не. И засунуть его в программу BIMX Архикад. Все это можно найти... Блин, я не знаю, можно ли говорить о том, что это можно найти на торрентах. Все это можно найти в интернете. Можете купить, можете не покупать. Ставится приложение BIMX. Вы, наверное, не понимаете пока о чем я. Короче, все, давайте, все забыли. Все забыли. Смотрите. В Архикаде нарисовали дом, нарисовали проект. Берете его оттуда, экспортируете его в BIMX. Перекидываете его на телефон. Потом за полторы тысячи рублей, или там, на 500 рублей начинается, приобретаете в Китае вот такую вот прикольную штучку. Давайте, блин, может заклеить как-то. Вот такую вот прикольную штучку. Она есть с ушами, есть без ушей. Короче, вариаций много и всякие разные они. Берете, короче, свой телефон, включаете это приложение BIMX. Домик свой вот так засовываете вот сюда в телефон. Блин, рекламу вам заклеить. Вот давайте я отрывную бумажку вот эту приклею. Вот у меня у дочери тут есть. Это же вот опять же из-за хейтеров. Это вот эти ребятки, которые потом скажут, ааа, ты сказал рекламы нет, а сам прорекламировал. Потом вы берете, короче, эту программу, одеваете вот так на себя. Вот. Включаете приложение, и вы можете ходить по своему дому, смотреть на стены, потолки. И это просто прикольно. Ко мне, когда гости приходят, и такие, Дэн, расскажи про свою стройку, что-нибудь там. Я говорю, ребят, проще, давайте. Одевайте очечи, можете погулять, посмотреть. Нам не обязательно ехать на стройку и смотреть ее там. Обалденная штука, мне она очень нравится. Я так делаю прогулки для своих друзей и гостей. У скетчапа такого нет. Это классная штука. Мне лично она помогла понять архитектурные моменты на своей стройке, когда я сходил в гараж, потом сходил в бассейн, который, ну там, в мечтах-то они есть. Погулял по дому, посмотрел. Визуализация трехмерная, она очень мне помогла. Единственное, знаете, сразу совет по вот этой штуке. Телефон должен быть выше Full HD. То есть не 1920, а картинка должна быть там 3500 на что-нибудь. Сейчас модели, сейчас даже детские телефоны, я посмотрел, ну недорогие, уже делают с таким разрешением. Если все же решили сделать самостоятельно проект, для этого вам нужно учесть множество факторов. От геологических особенностей земельного участка, где будет строиться дом, до планирования всех коммуникаций. Если вы запланировали цокольный этаж, уровень грунтовых вод весенних и осенних у вас очень высокий, вы можете попасть просто на финансовые большие вливания из-за того, что нам придется строить серьезную дренажную систему, которая будет откачивать эту воду из цоколя. Также на гидроизоляцию вы потратите просто нереальные средства, и вы будете постоянно мучиться сырым подвалом. Сырой подвал это что? Это у нас грибок, это у нас астма. Поэтому георазведка, я считаю, обязательно, если вы хотите внедриться под землю. Как поступил я с георазведкой? Я просто прошелся по соседям, по нашей нарезке, ходил к соседям, которые строили какие-то подвальные помещения, опускались на глубину, смотрел у них, спрашивал, что у них весной и осенью. Они мне рассказали всю свою историю, а также я сходил к соседу, который занимался у меня в это время копкой колодца. Он выкопал 8 метров, и первая вода была на 6. Поэтому я понял, что если я заглублюсь на 1,70-1,80 под землю, это никаким образом не сыграет на дальнейшем строительстве. Я, в принципе, не волновался. Хотя, опять же, мы как себе предполагаем, что вода под землей идет под прямым углом, как это и происходит на речке. Нифига, на самом деле, там есть и подъемы, и спуски, это просто как идет по трубе. Могло быть и так, что в моем месте, например, она была максимально высокой. Получив заключение инженерно-геологических исследований, вы можете планировать возможность строительства подвала. При слишком высоком уровне грунтовых вод строительство подвала может увеличить стоимость дома на 30 и более процентов. Возможно, при достаточной площади земельного участка вместо подвала целесообразнее построить дополнительное помещение. Очень подробно о подвале я рассказываю в соответствующем видео на нашем канале. Ссылка в описании или проходите через плейлисты. Оттолкнувшись от вида и высоты фундамента, определитесь с типом материала, из которого будет сделан дом. Ну и приступайте к самой проектировке дома и его чертежам. Экономичнее и эффективнее делать простой проект дома. Чем больше изгибов стен, тем больше будет стоимость проекта и, соответственно, само строительство. То же самое относится и к крыше дома. К тому же крыша сложной формы менее надежна, так как чем больше изгибов и стыков, тем больше вероятность того, что со временем в этих местах будет образовываться течь. Для большей энергоэффективности планируйте не жилые помещения, кухня, санузлы, хозяйственные помещения на северной стороне дома, а жилые на другие стороны. Помните, что на энергозатратность будущего дома влияет также местоположение и размер окон, а также применение теплоизоляционных материалов. Взвесьте все за и против самостоятельного планирования дома и решите, под силу ли вам сделать проект своего дома самостоятельно и лучше обратиться за этим в специализирующие компании. Ребят, совсем без проекта дом построить довольно-таки трудно. Это не секрет. Я бы сказал, нереально, потому что простую коробку, конечно, можно и собрать. Это, наверное, не так сложно. Но когда вы начинаете уже заморачиваться по серьезным каким-то архитектурным решениям, то без проекта, конечно, сложно. Но даже если вы АР-часть дома сможете нарисовать на листочке или на коленке, то конструктивные решения вам в любом случае где-то придется конспектировать. И бегать с тоннами листочков, как вы сделали какой-то узел завязки, и как он у вас сформирован, это не совсем удобно. Когда у вас есть проект, вы можете просто себе вот такие отрывные листочки в проекте нарисовать, вот так приклеить. И когда у вас возникает какая-то мысль, например, так, например, мне нужно сейчас решить вопрос по стяжке пола, да? И вы такие, оп, открываете вот страничку. И у вас здесь по всем стяжкам есть пирог. Это пирог-пирог пола. Для того, чтобы правильно спроектировать дом, необходимо соблюдать некоторые правила. Изначально определитесь с размерами, независимо от того, какое здание вы собираетесь начертить. Существующее или проектируемое. Для того, чтобы получить качественный план, просто возьмите рулетку и как можно точнее сделайте замеры. Если вы будете чертить проектируемые здания, то включите больше фантазии. Начинайте чертить лучше сосей, проходящих посередине основных несущих и капитальных стен. Если необходимо сделать план небольшого здания прямоугольной формы, то проведите ось по центру наружных стен. Объясню, почему лучше делать по осям. Если вы будете делать по внешним стенам или внутренним, то при изменении каких-либо размеров у вас все чертежи просто поплывут. То есть вы можете выделить стены, поменять их толщину, например, и у вас все чертежи полетят. Если же вы строили по осям, то увеличив стену на 5 сантиметров или уменьшив ее, у вас просто она уменьшится или увеличится и никак не повлияет на сам план дома. Это простая моя находка, которую я понял вследствие работы с проектами. Промаркируйте вертикальные оси буквами русского алфавита, а горизонтальные цифрами. Проведите стены по намеченным осям. После этого покажите внутри здания внутренние стены и перегородки. В необходимых местах стен начертите окна и двери. Также укажите направление их открытия. Покажите расположение приборов, оборудование в соответствии с их функциональным назначением, например, туалет, ванна в санузле и так далее. Проведите установку экспликационного номера, кружок с цифрой внутри. Занесите в таблицу экспликации номера, которые соответствуют данному помещению. Укажите на плане лестничные клетки, вентиляционные каналы, отметки уровня пола, номера окон и дверей. После того, как вы начертили план, установите размеры. Должны быть обязательно указаны габаритные размеры всего здания. Также нужно показать привязку каждой перегородки, двери и окна. Помните масштаб плана 1 к 100, то есть 1 метр в действительности это 10 метров на чертеже. Если данный масштаб не подходит, в связи с габаритами здания, можно принять масштаб 1 к 50 или 1 к 200. Подпишите готовый план, например, план первого этажа. Сделайте экспликацию помещений, которая представляет собой таблицу из трех столбцов. Первый это экспликационный номер, второй это наименование помещения и третий это площадь помещения. Все это поместите на лист с рамкой и штампом. И, собственно, все. Архитектурная часть вашего дома завершена. И по ней уже можете смело работать и даже делиться с опытом и советами с какими-то строителями. Они будут понимать ваш проект. Это лучше, чем нарисовать что-то просто от руки на листочке и пытаться по этому что-либо построить. Конечно, все-таки, подведя итоги, немножко резюмируя в конце своей авторской информации, уже ввиду какого-то полученного опыта в строительстве своего, хоть и небольшого, но дома, я хочу сказать, что, по моему мнению, проект необходим. Если вы никогда раньше не связывались со строительством и строительство для вас это прям темный лес, то тут два пути. Первый путь все-таки приобрести проект. Второй путь это углубиться в эту информацию, изучить ее досконально, прям перепроверить все гипотезы, посоветоваться со строителями и после этого только приниматься за строительство. Друзья, есть такая фраза «семь раз отмерь, один раз отрежь». В данном случае я считаю это правильно и это необходимо. Ну, конечно, сейчас многие скажут, да ты обернись назад и посмотри, что ты настроил, у тебя есть косяки, кладки у тебя есть, там, какие-то другие моменты. Ну, я думаю, что каждый из вас для себя что-то заприметил и какие-то уже минусы нашел, да, в строительстве. Я вам по-честному скажу, это все из-за элементарной нехватки финансов. Если бы у меня были соответствующие финансовые возможности, конечно же, это был бы, например, там, газоблок или это был бы, не знаю, кирпич. Но при таком размере дома, если бы я еще брал дорогие материалы, я, наверное, строил бы лет до 90. Хочется все-таки успеть пожить и поэтому пытаешься, как там говорят наши дедушки и бабушки, да, на наш век хватит. Ну, в данном случае тут очень мощный скелет стен, очень мощный фундамент. И я все-таки думаю, что это не только на наш век, но это хватит и на век моих детей и внуков, если они все-таки решат остаться в данном регионе. Ну, а я с вами прощаюсь. Я очень рад был, что сегодня вы провели этот строительный день со мной. Строите своими руками и только своими. До скорых встреч. Пока.